Слава Господу! Всем рады вас приветствовать. Любовь нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам, Церковь! Как раз только что Володя, прекрасное слово, поделился действительно за отверстие небеса, за славу Господнюю. И вот мы как раз-то и есть вот это вот слава Господня, отверстие небеса. И в первую очередь хотели бы вам сказать большое спасибо. Именно вам, Церковь, большое спасибо за ваше сердце, за единство, за то, что вы открыты, за то, что вы действительно щедры, за то, что вы постоянны и верны в десятинах, в пожертвования, в слове. Поэтому мы есть также, вот в каждом из нас есть часть каждого из вас. Послушайте, это вот самое главное, чтобы вы просто понимали, в каждом из нас есть часть каждого из вас. Потому что каждого из нас уже не должно было быть вообще. По долгу времени употребления наркотиков, алкоголя, пребывания в тюрьмах нас уже не должно было быть вообще. Но так, слава Богу, Бог распорядился. Так сегодня, слава Богу, Богу угодно, чтобы наша Церковь непосредственно занималась этим делом, этим делом служения. Вот. И мы один из таких домов, где мы оказываем людям помощь, где мы оказываем людям помощь, попавшим в трудные жизненные ситуации, обстоятельства. Это не просто никифоровцы, мы делаем одно общее дело. У нас, слава Богу, таких три дома. Вот. Ребята коротко тоже поделятся о славе Господне. За себя скажу, что меня зовут Максим. Мне 38 лет, по милости Божией, слава Богу. Из них почти до 20 я проупотреблял. Ну, нету чего бы я не употребил, наверное, в своей жизни. Вот. Кололся много, кололся всем, сидел, лечили, старались, родители боролись, как могли, где угодно, бабушки, дедушки. Кто-то ворожил, кто-то завораживал, кто-то привораживал, я не знаю, ничего не получалось. Наркологии лежал, в 30 лет программа уже боблеморфиновая, как бы жизнь подошла к концу. Но Бог явил свою милость, явил свою славу. Сегодня я уже 6 лет в церкви, сегодня я занимаюсь этим служением, сегодня я в деле Божьем, сегодня я и есть слава Божия, сегодня у меня есть супруга, сегодня у меня есть большая семья, сегодня у меня есть много друзей. И за все благодарю Богу. Ну и ребята, в свою очередь, сейчас тоже засвидетельствуют о том, как они прошли определенный этап. Они все, сразу же хочу сказать, все остались еще дальше, они уже служат, стараются, стремятся, они приобщились к общему делу, помогают сегодня людям, встречают их, они действительно сопровождают сегодня людей, которые приходят к нам только на первые дни, как говорится. Слава Богу, церковь, слава Богу, братья и сестры, у меня трошки переживание такое, но оно хорошее, приятное, потому что славлю Бога. Я могу за себя трошки сказать, откуда я, что я, и где я был, и как я попал сюда. Сам я с Кирщи, есть в Крыму такой город Кирщ, есть, да, пастор? Ну, мне 60 лет, и с этих 60 лет я 24 года в тюрьме просидел. В общем, освободился, ни кола, ни двора, и обращался и к властям, и к кому угодно только. Мне говорят, да иди туда, куда ты шел. Ну вот я встретился с Богом, и действительно, вот Бог мне протянул руку, обогрел, одел, обул. Я просто, мне я могу это называть постоянно, потому что все чудеса Божьи во моей жизни. Ну, я так уж пошел, и служение у меня было, и работа у меня была, и все у меня было, ну, я чуть-чуть поставил свое я выше Бога, говорю, Иисус, подожди пока, если я пойду сам, пойду, похожу, посмотрю, как она там живется в этом миру. Я вам могу сказать, я прозрел, я как окунулся в это болото, Господи, прости меня, пожалуйста. Ну, по Божьей милости, вот Бог так возлюбил меня, я говорю, так, почему? Я оказался в Никифоровцах, я благодарю братьям и сестрам, которые молились за меня, которые привезли меня сюда. Спасибо им. И вот я приехал сюда, в Никифоровцах, прошел реабилитацию, и хочу дальше служить таким, как я сам был. В общем, я могу много-много рассказать, что Бог в моей жизни сделал. Каждую минутку, я с одним проповедником, у нас был один проповедник, такой, 86 лет, ему дедушка такой, и он говорил, брат, я, говорит, шести лет верующий, я, говорит, я ни одной минутки не пожалел, что я с Богом. Так и я, говорю, я ни одной минутки не пожалел, когда я с Богом. Потому что, слава Богу за все. Я благодарю Бога, что я здесь, в этой церкви. Я еще хочу кое-что сказать за никифоровцы. Я благодарю Бастрия, Андрея Валентиновича, Сергея, Максима Сергеевича, что приняли меня в этот центр реабилитации, что Бог дал мне еще один шанс. У меня такое маленькое свидетельство. Я только неделю был в центре реабилитации, и Андрей Валентинович приехал урок нам давать. Я его как час помню. И хочу засвидетельствовать вам сильный урок, такой за упование. Я просто, послушал этот урок, а потом сел так и думаю, ты что, ты ж уповал на все. На себя, на работу, на все, что угодно, только не на Бога. И я действительно, я так задумался, я уже сколько время прошло, это год уже с лишним прошел. И я за этот урок я всегда помню, и думаю, я теперь буду только уповать на Бога. Я благодарю вас, братья и сестры, что вы такие центра содержите, с вашими финансами помогаете. И как говорил мой друг еще один, жив Господь. Я говорю, жив Господь. И слава Ему за все. Аминь. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, тоже волнуюсь. Немного стыдно, я тут как бы с 13-го года, и все никак, я постоянно, что-то я где-то запутываюсь. В общем, благодарен Богу, что вот он все-таки всегда меня как-то вытягивает. Вот я уже давно был не жилец, у меня и сердце останавливалось, и дыхания не было, и, короче, меня все равно как-то, вот я вижу, что Бог у меня что-то, вот зачем-то я надо еще. Я вот, именно прослеживаться через наших людей, что действительно, вот Бог есть в людях. Вот сестра меня постоянно, вот раньше мы даже, вот когда мы были неверующие, сестра даже, ну, мы, мы не то, что не виделись, мы даже не созванивались с ней. А сейчас я могу каждую неделю видеть, и, слава Богу, что вот в каждом из вас, вот я вижу, что есть вот какая-то, вот часть Божья, что вот люди заботятся о друг друге, что, ну, я благодарен нашим духовным наставникам, Роману Лебедеву, Андрею Михееву, что вот Андрей, как учитель, постоянно приезжает к нам, вдохновляет нас своими уроками, вот видно, что, а пастырь, он, как наш путеводитель, духовный он. Я вообще благодарен, что я могу находиться в этой семье. Свидетельств у меня, как бы, ну, историй таких ярких нет в жизни, ну, хорошо рассказывать. Ну, в общем, я благодарен Богу, что я вот живой, стою. Слава Господу. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо людям, которые меня провели в центр, спасли меня от той жизни, поддерживают меня дальше. Я не умею долго разговаривать, красиво говорить. Слава Богу. Будьте мне все живы, здоровы. Спасибо. Я просто скажу, ну, Иван у нас, ну, как бы, чтобы вы просто понимали, как бы, он, как бы, человек скромный, но у него очень крайне тяжелая была жизнь. И у него, ну, небольшие проблемы с памятью, но он, слава Богу, знаете, он верный, он постоянно верный, он послушный, он смиренный, и это действительно, ну, слава Божия. Когда его привезли, кстати, это благодаря тоже сестричке, которая проходила реабилитацию, Ирина Железнова, она, приехавшая туда в Черновцы, она увидела этого человека, она послужила ему, и отправились сюда в Никифоровце, мы его встретили, он действительно был грязный, большие волосы, поломанная рука, вот, и все там и тому прочее, не буду перечислять, как бы, ну, посмотрите сейчас, слава Господне, действительно, человек жив, здоров, человек служит, человеку интересно и дальше, и помогать, он не многословен, но он безмерно благодарен, как бы, что сказать за Антона, он тоже, как бы, скромничает, как бы, да, но, когда мы его вот последний раз забирали, он действительно позвонил мне, у нас действительно с ним, как бы, отношения не налаживались, почему-то, а только усугублялись, но он позвонил мне, когда у него была уже крайне плачевная ситуация, у него он позвонил мне, и буквально сказал, помоги мне, пожалуйста, хотя бы на хоспес поспать, у меня отказали ноги. Смотрите, он сейчас на ногах стоит. Сегодня в каждом доме такая слава Божья. Сестры, которые никому не нужны были. Братья, которые никому уже не нужны были. Сколько здесь таких уже сейчас сидит, у которых детки есть. Живые, здоровые, подрствуют. Семьи, работы. И это вы, все, церковь. Это ваши молитвы. Это ваше, действительно, постоянство в Боге. Поэтому спасибо вам, низкий вам поклон за то, что вы всегда делаете. Мы действительно безмерно благодарны. Время карантина, пандемии, но мы не останавливаемся. И никогда не остановимся. Доколе Господь не придет, мы не остановимся. Доколе мы вот здесь призваны это делать, мы будем это делать. Не важно, какая ситуация в стране. Год прошел карантина, ну а мы все так по-прежнему выходим. И свидетельство в прошлый раз выходило. Там сестричка, в этот раз братья. Слава Богу, у нас много таких свидетельств. И будет еще, и будет, и будет. Поэтому будьте благословены. Во всем да прославится имя Господа. Мы вас очень любим. Попросим пастора также, чтобы пастор совершил за нас молитву. И да благословит вас всех Господь. Аминь. Спасибо, братья, за свидетельство. Я думаю, для нас важно слышать такие свидетельства, потому что они напоминают нашей церкви о том, чем мы занимаемся. Вот висит наш лозунг, наш девиз. Спасать взятых на смерть. Вот эти ребята реально, если посмотреть на их судьбы, ведь они обречены были. Это не просто, знаете, вот как иногда понимание, что христианство – это как бы добрая мораль, хорошее измененное поведение, лучший образ жизни. Христианство – это вот смерть, а вот жизнь. И вот в ихних историях это реально. То есть вчера они, можно сказать, были обречены на смерть. Ну кому нужен был бы этот Сережа? Да, 60 лет. Ну кому он был, по большому счету, ну кому? Ну может быть, может быть, при наличии там очень сильных родственных связей, очень сильно. Может быть, кто-то обо нем позаботился. 24 года отсидевших. Кому он нужен? Если бы не Бог. Если бы не церковь. Склонимся, помолимся. Господи, мы смиренно приходим к Тебе. Осознавая, переживая Твое присутствие. Потому что это не мы такие хорошие. Это Ты такой добрый Бог, что когда-то нас изменил, что когда-то нас простил, нас принял в свою семью, обогрел своей любовью, изменил наши эгоистичные сердца, чтобы теперь мы могли другим людям послужить. Поэтому спасибо Тебе. Спасибо за то видение, которое Ты дал нашей церкви, спасать взятых на смерть, служить этим погибающим людям. Спасибо за то, что Ты продолжаешь действовать, что Твои руки не сократились. Миловать, спасать, освобождать. И вот эти свидетельства, еще и снова эти три брата, они сегодня снова подтвердили нам великую Твою любовь и могущество, которое не сократилось. Господи, спасибо Тебе за их свободу, за их исцеление, за их восстановление. Мы молимся о том, чтобы то, что Ты начал делать в их жизни, этот процесс Ты завершил до конца, Господь. Пожалуйста, сохрани их от необдуманных поступков. Ты дал им снова шанс, Господь. Пожалуйста, пускай они будут трезвыми, пускай они будут бодрствовать, пускай они будут благодарными за ту милость и за тот шанс, который Ты дал им. Пускай они хранят то, что Ты им подарил. А также благослови нашу церковь, Господь, чтобы мы в дальнейшем не опустили свои руки, несмотря на все эти кризисы, пандемии, когда хочется сказать, да самим нам надо выживать, чтобы мы ни в коем случае никогда не отступили от того, что когда Ты нам открыл. Потому что Ты желаешь спасать, Ты желаешь мировой. Поэтому благослови нашу церковь и в дальнейшем заниматься этим служением. И за все Тебя благодарим. За каждого служителя. Благодарим Тебя за Максима, за Андрея Валентиновна, за всех, кто участвует в служении реабилитации, за их неуверенность, посвящение этому служению. Благослови, но пусть будет имя Твое. И Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спасибо.